В Красноярске все больше популярность набирает такой вид спорта, как саббординг. Все больше и больше людей можно увидеть, которые осваивают на воде вот такую доску. Вот я решила попробовать это сделать и отправиться в увлекательное путешествие под названием саббординг. Для начала я решила разобраться, что такое саббординг или, по-другому говоря, сабсерфинг. В переводе с английского это слово означает гребля веслом стоя. Данный вид спорта тем и привлекателен, что не требует особой физической подготовки. Овладеть им можно за один раз. В Красноярске данное направление активно развивается с 2017 года. Прогулочных маршрутов на сабордах у нас в городе достаточно. Абаканская протока, Енисей, Мана и, конечно, Девногорск. Притом сабы используют как для прогулок, так и для расслабления и медитации, для занятий йогой и даже путешествий. Кто-то ходит с рюкзаками в горы, а можно взять и снарядить свой саб бивачным снаряжением, палатками, продуктами и отправиться в путешествие. Можно на два дня уйти, можно уйти на неделю. И у нас даже в Красноярске огромное количество ребят, которые путешествуют по России, например, вокруг побережья Крыма, вокруг острова Ольхон, остров Русский, Владивосток, это вообще столица имека саббординга России, конечно же, наравне с Санкт-Петербургом. Поэтому у нас огромные возможности и не стоит этого упускать. Второй этап знакомства с саббордингом – выбор доски. Если хотите приобрести свой собственный саб, то это удовольствие не из дешевых. Ценовой диапазон начинается от 20 тысяч рублей. А если взять занятия с инструктором и арендовать доску на прокат, получается в разы дешевле – полторы тысячи рублей. Но главное, конечно, правильно ее подобрать. Если у вас первый опыт знакомства с сабом, то я рекомендую прогулочную версию, потому что она максимально устойчива, также подойдет, например, для прогулки по реке Мана, там, где у нас есть каменистое дно, потому что у нее достаточно короткий плавник, который позволяет проходить комфортно мель, которая может сейчас на воде. Третий самый важный этап – это инструктаж. Вам расскажут, как правильно вставать на доску, управлять сапом на воде и грести веслом. И вуаля, вы уже на сабборде. Привыкаем к покачиванию на воде. Держите веслом. Сейчас я вас аккуратненько отведу. Мама. Итак, моя попытка встать на сабборде. Можно вот так вот сделать. Вот так. И... И... Опа! Ура! Я встала! Это намного страшнее. Еще и ноги трясутся от усталости. Поначалу кажется непросто, но проходит полчаса, и вы уже почти профессиональный саббордист. Новые эмоции и впечатления вам точно обеспечены. А вообще, очень здорово, что саббординг в Красноярске активно развивается. На острове отдыха, например, уже открылась целая сабстанция, куда можно прийти, взять в аренду доску и покататься по Абаканской протоке. Валерия Пескун, Виктор Васильев, ТВК.